Да, мы можем только поставить вот такую картинку на машину, сам цвет мы не можем изменить. Так, и вот теперь мы все-таки посмотрим ту катсцену, где мы сидим, чилим на дереве. Ребят, никуда не торопимся. Вот этот смайл, я его буду пропагандировать вообще весь рэн. Серьез слов, можете вообще не общаться друг с другом, можете просто кидать этот смайл по КД, пока вас не забанят бот. Ну, он вряд ли вас забанит. Поэтому будем сидеть, чисто кидаться ленивцами друг с другом. Как видите, мы падаем со дерева, и мы хотим украсть машину. И на каждом уровне нам нужно доехать до финиша. И заработать чаще всего нам нужно три звезды, потому что, во-первых, нам нужны звезды для прохождения уровня, а во-вторых, чем быстрее мы едем, тем больше звезд, а мы как бы, ну, спидрайнеры немножко. Да, и здесь есть несколько альтернативных путей, по которым можно проехать. И самое главное в спидрайне это очень аккуратненько обрезать углы, вот как сейчас, просто проезжать мимо них. И вот здесь вот интересный скип. Мы могли задеть вообще этот финиш одним колесом, тогда нам засчиталось прохождение. И сейчас нам нужно просто аккуратно водить. Вождение в этой игре достаточно сложное. Оно, наверное, более корректное слово будет кривоватое, но на самом деле оно, когда вы к нему привыкаете, понимаете, что это хорошее управление. Здесь мы не используем вот этот трамплин, потому что это дольше, чем доезжать до финиша. И здесь мы, опять же, пытаемся делать сложный скип, ну, не сложный скип, а очень рискованный, где нам нужно зацепиться за финиш краем машины. Каждый мир состоит из 12 карт. Здесь, видите, мы срезаем почти всю карту, перепрыгивая на разные части, и сразу попадаем на финиш. Это очень быстрое прохождение, как идти там, даже намного лучше, чем 3 звезды, которые предполагаются разработчиками. Да, не так быстро, ребята, я постараюсь, конечно, для вас скомментировать помедленнее. Итак, мы начинаем ехать. И продолжаем. Здесь мы скипаем небольшой кусок карты. Слишком быстро, ребята. Я постараюсь говорить медленнее. Пока мы проезжаем по углам, мы можем немножко сохранить моментум. Здесь мы используем трамполин, чтобы допрыгнуть до финиша. Так, вот этот уровень, на самом деле, достаточно интересный, потому что здесь сложно получить 3 звезды, даже если ехать правильно. И даже в спинране мы не получили 3 звезды, и в своем ПБ улице тоже не получилось здесь получить 3 звезды. Что забавно, потому что он и спинранер, он и опытный, он и самый кратчайший путь использовал, но все равно не получил свои 12 секунд. Здесь очень опасный прыжок. И теперь вот вторая часть этого уровня, это повторение предыдущего уровня. Вот здесь мы будем проходить дополнительный уровень, потому что нам нужны звезды, но не так важно, где именно мы их получим. Нам нужно пройти 2, ну, теперь чуть побольше вот этих вот кружочков, которые нужно заехать, и потом мы сможем закончить уровень. Собирать кружочки можно в любом порядке. Тем временем, хост начинает копировать мою манеру комментирования и ворует прикол с медленным говорением. Ну, на самом деле, это вполне чудо, рофл, поэтому давайте, пацаны, закиньте по одному ленивцу в чат. От каждого роботеки по ленивцу. Пока читаются донаты. У них русский рестриум во втором окне открыт. Это правда, кстати. Мы настраивали, чтобы они следили за нами и были в курсе всех последних рофлов. Здесь мы, кстати, сокращаем большую часть карты, перепрыгивая через... Ай, немножко слицепился. Все. Молодцы, роматяги. Закидали ленивцами. Все хорошо. О боже мой, они будут читать интересные факты про ленивцев. Когда ленивец напуган, его скорость передвижения поднимается до 0,17 миль в минуту. Я думаю, ты может быть вовремя, чтобы двигаться немного быстрее, если бы не хотел. Я думаю, что, возможно, его скорость бы еще бы лечилась, если бы у него на хвосте был ягуар. Но Ульз говорит, что вряд ли это помогло бы. Я не знаю. Я думаю, они могут ехать много. Это правда. Но это, в самом деле, очень интересный факт о их еду. Интересный факт. Это занимает практически 30 дней для ленивца, чтобы переварить один лист. Поэтому они никуда не торопятся. И, как видите, единственный, кто здесь торопится среди нас, это не я, не чат, не основная трансляция, а только буллиц. И теперь, кстати, вы можете понять, о чем я говорил, когда перечислял игры буллица, что это в основном какие-то платформеры, шутеры, всякая кшунистая, с много аимом. И вот эта игра. Вот как он к ней пришел, мне все еще впечатляет. Я не понимаю, с чего он решил ранить эту игру, но это забавно. Один из самых длинных уровней в игре, и мы прошли его менее чем за минуту. За 56 секунд. Ой, здесь небольшая ошибка. Он не решил, куда он хочет ехать и попал между этими уровнями. Хотя, на самом деле, нам нужно вниз, потому что так быстрее. Да, это правда, это было не 3 звезды, но самое главное, что пропустить не больше 6-7 звезд перед финальной локацией, потому что иначе будет плохо. То есть можно пропустить несколько звезд, но главное потом их восстановить. Да, босс в этой игре есть, это время. Мы хотим победить время и победить его, чтобы ничего не делать на протяжении вечности. Мы хотим существовать вне времени и пространства. Как же лень писать в чат. Я никуда не тороплюсь. Все хо-ро-ро-шо. Здесь, кстати, достаточно сложное место. Нам нужно сохранить скорость и повернуть на повороте. Мне лень комментировать. Не могу ответить на этот вопрос. Иначе я буду переваривать листья 30 дней. Здесь важно в правильный момент начать жать газ, чтобы после того, как платформа нас отнесет, сохранить скорость и уйти. Как видите, в одном и том же мере могут появляться очень похожие уровни друг на друга. Даже некоторые части повторяются. Так вот здесь, как же, достаточно сложный цикл, который нужно в правильный момент начать выполнять, чтобы проехать по ним. Зачем рисовать новый уровень, когда они прошли ничего. Правда? Просто разработчикам было лень делать игру. И они такие, мы... это концепция. Да, все правильно. Сначала ты проходишь элементы, а потом появляются трассы из них. Но, как бы, когда мы видим в сфере ранее и во время игры одно и то же проходить, то как-то странно. Приходим на следующий мир. Сейчас Болидз говорит, что будут самые сложные уровни за всю игру. И сложность... вдруг подскакивает очень... очень неожиданно. Но, beyond that, there's a lot of really precise driving and kind of hugging corners. Like this one, you need to cut in just the right time. Мы находимся в мире тумана. Поэтому здесь, в казальном прохождении, иногда нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ох-х-х-х! Ох! Ой, не получилось немножко! В общем, это... это была... это... была страта... Эээ... Но, к сожалению, она не не получилась. Всё, хорошо, отлично. Наконец-то получилось. Сейчас попробовал немножко замедлиться и поставил плейбэк на маленькую скорость. Кстати, здесь интересный скип, и я подумал, а может быть это пойти на хосте вам включить 0.5 скорость этого рана и комментировать его в 0.5, чтобы не торопиться. Чутка спешишь, у меня сейчас 11 секунд, 12, 13. Скажите, насколько я впереди. Здесь интересный начало уровня, мы должны просто назад поехать и упасть. 4 секунды, 2-3 час, я еще покручу. Получаю самый настоящий ленивец экспириенс для игры в два раза, чтобы подсинхрониться с вами. Все, окей, вроде нормально. 45, 46, 47. Я понял, кажется, я понял концепцию, почему взяли на ГДК. На 2 отстаешь. Да вы... Я слишком влился в ленивца, извините. Мне понравилось жить в 0.5 мире. Так, 10, 11, 12. Вот, что я хотел сказать. Забавно, что как бы просто этот ран сложно считать быстрым и крутым, но в концепции того, что это игра про ленивцев и нам, ну очень впадлу что-то делать, то в жизни ленивца это очень быстрый ран. Поэтому, так как я вас настроил на вайп, ничего не делай ни оленей и 0.5 мира, то теперь мы понимаем, что это прям самый быстрый спидран вообще, который был на этом марафоне. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это, кстати, крутой уровень, где нам нужно проехать по балке на двух колесах. Как видите, вот о чем говорил Буллит, что здесь сложность вдруг подлетает до космоса. Хотя, вроде, секунду назад мы подкидывали мячик чисто в руке. Кто-то замечает, что ситуация в королевстве для немцев очень странная, отвратительные дороги, вообще невозможно проехать. Мне нравится, как у нас в русском в слове ленивцы есть лень, и мы просто абсолютно в десятикратном размере увеличили этот мем. Я рад, что мы хоть к какому-то мем пришли, с того, чтобы... Ой-яй-яй-ть, не долетели. Потому что в английском это просто слов, и там... Конечно, есть коннотация лени, но... Не такая большая, как у нас, прямо в слове. Буллит дважды не смог прилететь в нужное место. На этом моменте, наверное, уже было бы быстрее просто пройти. вообще парни там это лайфхак вот на этот ран у вас еще осталось 6 минут можете если вам лень писать можете просто кинуть смайлик самим писать смайлик не нужно скопируйте у кого-нибудь другого а то самому писать неинтересно и чуть-чуть но в улице ну не надо нет ай-яй-яй будет что делаешь вот ребята вот вы поняли что нужно делать не вот эти вот проезды на двух колесах очень клёво выглядит но буриц но пожалуйста тебе стало лень ранить что ли вот наконец-то хороший прыжок о нет о нет пошел тильт тильт так нужно нужно это давайте парни ленивые советы что делать если если вы тильтуете я предлагаю ему стать частью нашей армии ленивцев и сделать так чтобы ему было лень тильтовать каком идея были настолько крутая концепция сейчас поставить слоу мод в чате и будет заканчивать эту игру благо он не вышел я немножко поздно понял концепцию слоу чат поэтому отрублю его но было бы забавно это было забавно игра я надеюсь парни вам понравилось как мы помимили потому что ну в игре было не так много чего посмотреть но как бы мы провели смотрели на езду мы параллельные помимили пошутили и вообще было забавно и дальше у нас будет аль аль аль